друзья добро пожаловать на канал об интересных и творческих людях сегодня я познакомлю вас с виталием светальский который по моему мнению является одним из лучших мастеров татуажа живет и работает он в краснодаре поэтому прямо сейчас мы туда и поедем а чтобы найти его место работы мы набираем в поиске браузера творческая студия виталия светальского открываем карту и согласно предложенному маршруту отправляемся в путь а Продолжение следует... Вот мы и приехали. А пока я вам рекомендую нажать на паузу, сделать чай или кофе, потому что впереди вас ждет много интересного. Подписывайтесь на канал, делитесь своими впечатлениями в комментариях и поддерживайте нас лайком. Приятного просмотра, друзья! Виталий, ты позиционируешь себя как мастер татуажа, а не тату-мастер. Почему? В прошлом я тату-мастер с опытом. В последнее время я мастер перманентного макияжа. Но в данный момент я делаю и татуировки, и перманентный макияж. Это все я объясняю одним словом. Мастер татуажа. Чем отличается татуировка от татуажа? По факту одна и та же процедура, игла вносит под кожу пигмент. Единственное различие в том, что при нанесении татуировки пигмент попадает в кожу глубже, а при перманентном макияже пигмент попадает в кожу более поверхностно. А инструменты и материалы? Инструменты разные, материалы разные. Есть пигмент для татуировки, есть пигмент для перманентного макияжа. Также и оборудование для перманентного макияжного отличается от обороны для татуировки. А нужны какие-то специальные знания для того, чтобы наносить татуировку или татуаж? То есть медицинское может быть образование или может быть какие-то курсы проходить обязательно? Конечно, но обязательных курсов никаких не требуется для этого. Что касаемо сан-медимок, то это должен знать каждый. И для татуировки, и для татуажа? Естественно, логично. Мы работаем с кожей, мы работаем с кровью, мы работаем с человеческим организмом и здоровьем. Ты лучший мастер татуажа в Краснодаре? Я так не считаю. Почему я тогда здесь интервью беру у тебя? Кто-то так говорит, а я так не считаю. Но ты участвовал в каких-то конкурсах? Нет, никогда. Мне это неинтересно. Сколько лет ты сам занимаешься этим? С учетом того, что я начал заниматься этим 19 лет, получается 18 лет. Ты начинал со студии, с салона или в домашних условиях? Я начинал в конце 90-х годов, это было в начале 2000-х годов, тогда студии было очень мало. А почему решил вообще заниматься этим? Ну, просто так исторически сложилось. Хотел себе татуировку и вот начал интересоваться. Так как студии не было, мастеров не было, все работали где-то на домнике, какие-то люди непонятные после тюрем этим занимались. То есть в то время эта культура была совершенно не развита. И моя первая машинка, она была самодельная, из ручки и точной струны. Какую самую дорогую татуировку делал-то за все время? По стоимости это была спина, красный дракон, во всю спину был сделан. По стоимости она стоила около 150 тысяч рублей. Сколько времени заняла она? Мы делали ее около полугода, ну, с интервалом где-то в 3 недели. А, то есть пока заживала? Да, у нас было 9 сеансов по 5 часов. Ну, понятно, что человек так же по возможности приходил, уплатил, как бы... Я знаю тебя у самого из татуировки. Да, я знаю. Кому же ты доверил свою руку? Мы работали в студии, в одной большой студии. Там был Масин хороший, у которого работы мне нравились. То есть был момент, когда ты работал не один, вы работали коллективом? Да, да, конечно. Я не все время один работал. Сейчас как бы вот в студии... И ты коллеге своему доверишь? Да, конечно. Максим Денисенко, прекрасный мастер. Ну, собственно, вот наша студия. У нас большое помещение. Здесь у нас 5 рабочих мест оборудованных. Вот там места под аренду. Вот здесь у нас обучающая такая зона. Барная стойка. Сделала, собственно, наручно. Отчаянное домо я ее называю. И вот здесь все, да, вот смето. Это, это мое место. Там желания стоят. Удаляем мы это все. И новое делаем. И всякое разное. Ну, собственно, вот наше пространство. Наша музыка. Потому что музыка без музыки никуда. Вот, я не знаю, иногда клиенты приходят и говорят. Можно сделать статишку? Простите, но это моя атмосфера. Я не так громко слушаю, но без музыки я не могу давать. Турник, все спрашивают, ты спортом занимаешься? Нет, не занимаюсь. Так иногда вот потягиваются, потому что работа сидячая. И спина устает очень сильно. А вот это помогает укрепить спинку, иногда попотягиваться. Зал времени нет, то есть пока. Вот в таких частных условиях мы это все делаем. Чем ты отличаешься от остальных мастеров перманентного макияжа? Ну, скажем так, отличаясь, скорее всего, своей узконаправленностью, потому что я один из немногих мастеров, кто работает в волосковой технике. Я не делаю микроблейдинг, я делаю аппарат на волосковой технике. Это самая сложная процедура с перманентным макияжем. Буквально несколько мастеров, кто делает это хорошо. Я один из них. Ты о стоимости не хочешь рассказать? На данном этапе процедура у меня стоит 7 тысяч рублей, любая зона. Коррекция оплачивается у нас в полцены, она делается через... А татуировка как у тебя оценивается? А татуировка оценивается от 3 тысячи 1 час работы. В начале карьеры у каждого из мастеров есть свое маленькое кладбище. Это касаемо пластических хирургов, мастеров татуировки, косметологов, все, кто работает с людьми и работает как бы с кожей. Потому что пока ты наберешься опыта, пока еще чего ты наберешься... Да, конечно, у всех бывали косяки. Были недовольные люди и все такое. Но сейчас такого нет, потому что уже имеем опыт, имеем авторитет. И студия уже себя зарекомендовала. Не только я как мастер этой студии, как владелец студии, а мастера, которые работают в нашей студии, так же себя зарекомендовали. И как бы сейчас таких нюансов не бывает. Но бывают такие клиенты, которые могут быть всем недовольны. И тут уже и сам человеческий фактор. У нас есть одна хорошая знакомая, мы давно дружим. И она говорит, сделай мне здоровье. Я говорю, нет. Она говорит, почему? Я говорю, ну зачем мне это надо? Я же тебя знаю. Я же знаю, что ты все равно будешь недовольный. Я с тобой не буду работать. Зачем? Я хочу с тобой еще дружить. Давай, поэтому лучше я тебе ничего не буду делать. Потому что ты всегда всем недовольна. Особенность моя заключается в том, что я работаю узконаправленно в волосковой технике. Это самая сложная из процедур перманентного макияжа, потому что требует большего умения работы именно с оборудованием. Сама технология в раскладке волосков – это очень такая емкая процедура по знаниям и по опыту, скажем так. И поэтому клиенты у меня не только из самого города Краснодара и близ жижащих населенных пунктов у нас там. Люди едут с регионов. То есть Ростовская область едет, Ставропольский край, Тихорецкий едет. То есть не ближний свет как бы. По 200-400 километров приезжать на процедуру, просто сделать брови и уехать. И также потом приехать на коррекцию. У меня даже девочка из Ставрополя, я очень горжусь такими клиентами, девочка из Ставрополя приезжала ко мне с грудным ребенком, с мужем. Она приезжала на процедуру. Люди едут из-за границы, из Германии, из Японии есть клиенты, из Швейцарии. В каких социальных сетях ты зарегистрирован? На самом деле такая нужда будет во всех соцсетях. У нас одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук. Ссылочки в описании. Понимаю, вопросов глупых очень много задается. Ну, они бывают и без них никак. Ну, входишь в положение человека, который к тебе пришел, и терпеливо уже, надоело тебе это, ну, приходится объяснять, рассказывать. Где-то с улыбкой объясняешь, где-то просто там посмотришь с улыбкой, и клиент все понимает, что это лишний вопрос или еще что-то. Ну, надо все эти моменты на позитив выводить, и так будет и веселее, и легче. Были у тебя вредные клиенты? Вредные клиенты? Привередливые, наверное, вредные, сложные. Да, были. Это, как правило, есть люди, которые уже обожглись на этом, побывав где-то там у некачественного мастера и получил некачественную услугу. Они, вот, получается, что у них отношение ко всем мастерам перманентно макияж или татуировки формируется такое негативное. Тем не менее, они пытаются как-то это исправить, кого-то ищут. В каких-то случаях находят меня и приходят ко мне. И начинают мне рассказывать, как я должен им что-то делать. Я задаю вопрос, а зачем вы ко мне пришли тогда? Чтобы меня научить, чему-то, что я должен делать? Или вы хотите, чтобы я вам помог? Ответы разные бывают. У нас уже есть опыт, мы уже нам все оговорили. Я говорю, я вам сделаю вот так, вот так, вот так. Нам уже говорили, мы уже доверились этому человеку. Я говорю, а зачем тогда вы пришли ко мне? Чтобы не доверять? Или вы считаете, что я станок какой-то, который программу задал, монетку внес, и станок этот работает? Нет, я так же человек, я так же мастер. У меня есть тоже свое мнение, у меня тоже есть свои эмоции, желания и все такое, несмотря на то, что я мастер. Тут клиент должен прийти, довериться и отдаться тебе как мастеру. Да, понятно, что в нашем изобилии мастеров это достаточно сложно, потому что, как я говорил ранее, что есть люди, которые обожглись, и они как в панцирь спрятались в какой-то скорлупусе и не выходят из нее. А тем не менее, хотят исправить ситуацию. Есть такие вот, ну, был еще случай такой, когда мне звонит клиентка и говорит, что она была у меня месяц назад, и ей нужно записаться на коррекцию. Я говорю, хорошо, давайте запишемся, и тут она докидывает в конце такую фразу, здесь столько косяков, я говорю, простите, а каких косяков, что случилось, у вас пигмент вышел или еще как-то, ну, что, что могло произойти, у вас брови не осталось, мы же делали брови, волоски мы делали. Она мне отвечает, вы знаете, ну, я сейчас немножко утрированно скажу, ну, это получится и забавно, и правдиво, то есть суть ее слов передам. Она говорит, вы знаете, у меня на правой брови, на головке, расстояние между третьим и четвертым волоском больше, чем на хвосте на левой брови, между пятнадцатым и четырнадцатым. Ну, вот в таком рыче шла беседа. Все лица асимметричны, может быть опущен глаз, он может быть чуть тяжелее века, он может быть прикрыт больше, одна шкула выпирает, другая, наоборот, гладкая. Это все, все не может быть симметричным. Я фотографировал брови своих клиентов с женского пола. Вот, на самом деле, мало женщин с красивыми родными бровями, с красивым ростом волос, с красивым направлением роста волос. Я вот таких находил, я фотографировал эти брови и пытался их как-то нарисовать, отвести. То есть, самое сложное было в том, чтобы создать вот эту раскладку волосков, которая будет похожа на настоящую и при этом будет упрощенной схемы. Потому что вот так вот густо рисовать волос, так на родной брови, просто нет смысла. В итоге они все слипнутся, нельзя делать линии слишком близко друг к другу. То есть, тебе же надо создать в одной плоскости эффект большого количества волосков? Эффект их присутствия. Присутствия. Да. И все-таки, когда нужно отдыхать? Правильно, все время мы тоже не роботы, ты правильно говоришь. Не только в плане внешности, а в плане... Я вот отдых предпочитаю, конечно, природный отдых. Вот выехать куда-то там, за город, на ту же речку, в лес куда-то. Вот недавно мы возили ребенка первый раз в Лаганаке. Восторга было. Да и у меня самого восторга было. Мы покатались на этих ватрушках, прикольно было. А вообще вот так, чтобы отдохнуть не от всех, от всего вообще отвлечься, это я еду на карповую рыбалку. Я люблю карповую-богрю. Куда ездишь? В основном платные водоемы какие-то, потому что это уже гарантированно, ты знаешь, что вот у тебя рыба в каком-то пространстве. Потому что, ну, опять-таки, нехватка времени. Я бы с удовольствием уехал куда-нибудь на дикий водоем. У моей дочери даже есть удочка. Я купил настоящую удочку маленькую. Она говорит, папа, когда мы поедем на рыбалку? Мы один раз были летом с ней на рыбалке. Мы ничего не поймали, у нас ничего не клюнул. Но там процесс, как она сидела и ждала эту рыбу. А сколько я лев? Ей три с половиной года сейчас. Она сидела и ждала эту рыбу. Прям вот я думал, что я с доченькой буду ездить на рыбалке. Она будет мне помогать. Но ты участвовал в каких-то конкурсах? Нет, никогда. Мне это неинтересно. Люди непонятные после тюрем этим занимались, потому что я один из немногих мастеров, кто работает в волосковой технике. В начале карьеры у каждого из мастеров есть свое маленькое кладбище.